Соревнования водителей специальных машин для перевозки заключенных прошли сегодня в Хабаровский разворот. Змейка, заезд в гараж. Упражнения похожи на те, что сдают будущие водители при получении удостоверений. Только выполнять маневры автозакам пришлось в ограниченном пространстве и на время. Подробности в репортаже Станислава Михайлова. На старт, внимание, марш! Водитель автозака должен уметь быстро развернуться на узкой дороге и перестроиться в плотном потоке машин. Поэтому соревнования по скоростному маневрированию проходят на небольшом автодроме. Работа небезопасная и ответственная. Это перевод осужденных в места заключения. Есть вероятность побега. Поэтому все автомобили дополнительно укреплены. Двойные металлические стены, пол, потолок. Выполнены из металла толщиной минимум 2 мм. Также внутри, между листами металла, имеется обрешетка. Также водители спецмашин вооружены и в случае возникновения внештатной ситуации могут применить оружие. Они регулярно проходят курсы по аварийному вождению и демонстрируют свои навыки на полигоне. Для водителя Николая Матюнина единственный большой минус в работе – запрет на прослушивание музыки в машине. До того, как он попал в систему исполнения наказаний, руководил военным оркестром. В остальном повседневная работа мало отличается от работы водителя обычного маршрутного автобуса. Это огромная, большая ответственность. Независимо, какая категория людей сидит и каких я перевожу, это прежде всего люди. Они также живые. И моя задача – без происшествий, без ДТП, без всяких нареканий довести от пункта А до пункта Б. Современные автомобили для перевозки спецконтингента оборудованы спутниковой системой слежения, видеокамерами и спецсвязью. О пассажирах здесь тоже позаботились. С момента взятия под стражу автозак становится основным средством передвижения заключенного. Здесь есть даже кондиционер, биотуалет. Перевозка осуществляется в такой вот камере. Места, конечно, здесь жесткие. Победителем закрытых соревнований стал опытный водитель, бывший музыкант Николай Матюнин. Он выполнил все упражнения меньше, чем за полторы минуты. И не сбил ни одного флажка. Станислав Михайлов для программы «Новости».